Приветствую, уважаемые зрители! С вами канал Zoo! Мы рассказываем и показываем всех животных планеты! Любите природу вместе с нами! Подписывайтесь и поехали! Сегодня речь пойдет о североамериканском медведи Борибале. Несмотря на незнакомое нам название, этот косолапый товарищ совсем не редкий вид животных. Семейство медвежьих – это вообще вполне себе успешная группа наших соседей по планете. Разные представители медведей проживают по всей Евразии и обеим Америкам. А особенно наглые особи даже проникли в аппарат правительства Российской Федерации. Однако мы отвлеклись. Ведь сегодня на повестке чистокровный американец. Борибал или черный медведь – наш гость из Северной Америки. Эти черно-шерстяные создания намного меньше наших бурых мишек и обычно весят до 300 килограмм, а их максимальный рост достигает 2 метров. В среднем же это особи полутора метров в высоту. Опять вспомнились мишки из правительства. А может быть это иностранные агенты? Ведь наш чистокровный бурый мишка почти в два раза крупнее американского брата. Ну да ладно. Распространены барибалы почти по всей территории США и Канады, исключая крайний север и юг. В отличие от нашего бурого медведя и своего соседа медведя-гризли, барибал весьма трусливый. Там, где более крупные виды в ярости пойдут уничтожать все живое, особенно если это Ди Каприо, барибал лучше убежит, поджав свой маленький хвостик. Наш черномордый мишка очень добрый и редко проявляет агрессию. Чаще всего барибал имеет абсолютно черную окраску, но есть небольшие исключения. В местах активного нереста рыб процветают белые разновидности барибалов. Где логика? Смотрите внимательно. Начнем с того, что рыбы очень тупые, а еще у них плохое зрение. Однако, при всей своей близорукости, чаще всего рыбеха способна завидеть нашего темного друга и унырнуть от него. С белым же такая вероятность намного меньше, так как он сливается со светом ясного погожего денька. Эволюция взяла верх, и в результате белые особи барибалов стали процветать и множиться. Из-за того, что барибал ссыклив и немного меньше других северных медведей, ему частенько приходится получать по морде. В число его врагов входят гризли, пумы и даже волки, которые частенько устраивают рейд на маленьких медвежат, едят черные медведи что попало. Падаль, рыба, ягоды, грибы, растения. Особое удовольствие чернокожим доставляет ковыряться в человеческих помойках. Белковой пищей барибалы балуют себя редко. Если же им перепадает, например, в зоопарке подобный рацион, то они сразу начинают полнеть и беременеть. У барибалов вполне обычный брачный сезон. Зато с вынашиванием дитя под сердцем все намного интереснее. После акта любви эмбрион, образовавшийся в самке, не развивается. Ребенок начинает расти только осенью, да и то только в случае, если мамаша хорошо кушает. Впоследствии зимой происходят роды во время спячки и рождаются 2-3 мелкотни, которые впоследствии будут с мамкой полтора года. Живет барибал до 15 лет, хотя в неволе потенциал его жизни может быть больше 30. А как вы думаете, почему этот медведь такой добрый? Пишите в комментах! Спасибо за просмотр! С вами был канал о животных Zoo. Мы создаем большую видео-энциклопедию про все-все-все виды животных планеты. Заглядывайте к нам на канал, подписывайтесь и хорошего вам настроения! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!